Привет друзья! Сергей снова с вами! Как ваши дела? Добро пожаловать назад на наш канал по-русски издалека! И сегодня я расскажу вам новую историю! История называется Настенька и Дед Мороз. Давайте запишем. И дед, дедушка, да? Мороз. Настенька и Дед Мороз. Итак, жила-была девочка Настенька. И были у неё мама и папа, но, к сожалению, мама умерла. Мама умерла. Потом папа решил найти себе новую жену, да? Это новая жена папы. И у новой жены была дочка, её звали Марфушка. Давайте запишем имя. Марфушка. Это Настенька, а это... Это Марфушка. У новой жены была дочка Марфушка. У папы, да, была дочка Настенька. Так вот, новая жена не любила, да, она не любила Настеньку. Она давала, давала ей много работы. Настенька, она мыла посуду. Она подметала пол, она готовила еду, да, на кухне. Она всё делала. Но Марфушка, она ничего не делала, потому что новая жена очень сильно любила Марфушку. И она давала всё ей, да, она делала всё для Марфушки. Вот, однажды новая жена говорит папе Настеньке, Эй, муж, иди отвези твою дочку в лес, потому что я её ненавижу, да, очень сильно не люблю. Я не хочу её видеть, говорит новая жена. И поэтому она просит папу Настеньке отвезти, да, отвезти на санях Настеньку в лес. Вот, и папа говорит, но она моя дочка, а жена говорит. Либо я, либо она. То есть, у него нет выбора. Поэтому папа взял Настеньку, посадил её на сани и отвёз её в лес. Когда он привёз её в лес, он оставил её в лесу, а сам уехал назад домой. И Настенька стоит одна в лесу, здесь очень холодно, да, сейчас зима. И Настенька, она замерзает, да, ей очень холодно. У Настеньки нет тёплой, тёплой, да, тепло, тепло, холодно, тепло. Так вот, у Настеньки нет тёплой одежды и Настеньке очень холодно. И вдруг Настенька видит, Дед Мороз пришёл к Настеньке и Дед Мороз говорит. Тепло ли тебе, девочка? Тепло ли тебе, милая? Да? Тепло ли тебе, девочка? Тепло ли тебе, милая? Да? Милая. Вот. А Настеньке, конечно, не тепло, но она не говорит Деду Морозу. Она отвечает. Тепло мне, Дедушка, тепло, спасибо. Тогда Дед Мороз, он подходит ещё ближе к Настеньке, да, ближе. И Настеньке становится ещё холоднее, она... Её зубы стучат, но Дед Мороз опять спрашивает Настеньку, Тепло ли тебе, девочка? Тепло ли тебе, милая? А Настенька отвечает снова. Ох, тепло, Дедушка, тепло, хорошо, спасибо. Вот так, да? Потом Дед Мороз подходит очень близко к Настеньке, и Настенька просто замёрзла, и у неё руки, да, и ноги стали как камни, да. И Дед Мороз снова спрашивает, тепло ли тебе, девочка? Тепло ли тебе, милая? А Настенька отвечает, тепло мне, Дедушка, спасибо, всё хорошо. Да? Потому что она вся замёрзла. И тогда Дед Мороз смотрит на Настеньку и говорит, ох, хорошо, хорошо, всё, я больше не буду, да, больше не буду. Дед Мороз, он пожалел Настеньку, да, пожалел... Он говорит, извини, 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 вот. И тогда Дед Мороз, он дал Настеньке теплую одежду, да, и также он дал ей целый сундук с подарками. И Настеньке есть теплая одежда, сундук с подарками, и Настенька очень счастливая, ей тепло, хорошо. Дома жена говорит, новая жена говорит папе Настеньке, эй, муж, едь в лес, забирай свою мёртвую, мёртвую дочку и похорони её. Похорони значит... Положить под землю, да, похоронить, вот. И папа едет в лес на то место, где он оставил Настеньку. Когда он приезжает, он видит Настеньку и он... Он был в шоке, да, он видит Настеньку не мёртвую, да, он видит её в тёплой, красивой, новой одежде. И с ней сундук с подарками. Вау! Да, тогда папа везёт обратно Настеньку домой. И когда он привёз её на санях домой, новая жена видит, что у Настеньки новая красивая тёплая одежда и целый сундук с подарками. Она говорит мужу, эй, муж, бери мою Марфушку и тоже отвези её в лес на то же место, да. Потому что жена, она жадная, да. Она хочет больше, больше вещей и она хочет, чтобы её Марфушка, чтобы у неё тоже было много подарков и красивой, новой, тёплой одежды, да. Вот, тогда, тогда получается, муж, папа Настеньки, да, он отвёз Марфушку в лес на то же место, оставил её там и потом уехал назад домой. Приходит Дедушка Мороз, да, и говорит, эй, девочка, тепло ли тебе, девочка, тепло ли тебе, милая? А Марфушке холодно, да, она, и она говорит, нет, мне не тепло, дед, что ты здесь устроил зиму холодную, ух! Да, она отвечает так, тогда Дедушка Мороз подходит ещё ближе к Марфушке и он говорит, тепло ли тебе, девочка, тепло ли тебе, милая, да. А у Настеньки, ой, у Марфушки уже зубы стучат, и она говорит, нет, мне совсем не тепло, мне очень холодно, я вся замёрзла, да, она вся замёрзла. И тогда Дедушка подошёл так близко, что у Марфушки руки и ноги стали как камни, да. И тогда Дедушка опять спрашивает Марфушку, тепло ли тебе, милая, тепло ли тебе, девочка? А Марфушка говорит, мне не тепло, я скоро умру, уйди ты, Дед Мороз, идиот! Идиот, да, она говорит. Вот, дома новая жена говорит папе Настеньке, эй, муж, иди в лес, привези мою дочку Марфушку с подарками, да, потому что она хочет видеть подарки, сундук, она очень сильно этого хочет. Вот, но когда муж съездил за Марфушкой и привёз её домой, то жена увидела, что её дочка уже была мёртвая. И она начала плакать, ахаха, моя Марфушка! Но было уже поздно. Вот, такая вот страшная история сегодня, друзья. Надеюсь, вам она понравилась. Пожалуйста, не забывайте писать комментарии под нашим видео, что вы думаете об наших историях и что вы думаете об этом новом формате. Также не забывайте подписываться на мой канал и ставить колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. И если вам нравится та работа, которую я делаю, и вы хотите поддержать финансово мой проект, то вы можете посмотреть мою страничку на Патреоне. Под этим видео в описании там будет ссылка, вы можете на неё нажать и выбрать подходящий для вас вариант. Так что спасибо вам друзья, надеюсь у вас всё хорошо и учите русский, пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»! Подписывайтесь на мой канал!